МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это цитата из книги очерков великого русского писателя Ивана Гончарова, написанных еще в XIX веке, которую он объединил под заголовком «Фрегат Паллада». Фрегат Паллада, который открывал южные заливы нашего приморского края, все еще поднимает парусоножи в качестве учебного судна. И этот выпуск программы «Морская» – история о том, как современная Паллада наконец-то спустя 170 лет пришла в бухту, которая необычно названа в честь корабля-первооткрывателя – рейд Паллады. У нынешней Паллады легендарных достижений не перечесть. Несколько кругосветок, мировой рекорд по скорости для парусных судов похожего типа, тысячи и тысячи морских них и тысячи морских профессионалов, которые прошли практику и первые рейсы на ней. Но при всем при этом в бухту с символичным названием «Рейд Паллады» современная Паллада никогда не заходила, хотя от Владивостока до Хасанского района и поселка Пасет, в черте которого и находится эта бухта, всего-то несколько часов морского перехода. Идею все-таки зайти на одноименный рейд подсказала круглая дата. Ровно 170 лет назад тогдашний фрегат императорского военно-морского флота «Паллада» в мае 1854 года впервые посетил эти земли, дав название «Заливу Пасет» и «Бухте экспедиции». Но, казалось бы, праздничный юбилейный переход утром вышли, вечером пришли, но он оказался пусть не сложным и решаемым, но настоящим испытанием для экипажа, который на 95% состоит из молодых и даже юных курсантов, для многих из которых это был вообще первый выход в море. Каждый рейс, хоть даже по одному и тому же маршруту, но он свой особенный. Мы отсюда выходим на рейд Паллады залива Пасет, поскольку 170 лет назад наша старая прапра-матушка Паллада как раз бросила там свой якорь, а товарищи офицеры-палладовцы той поры произвели опись бухты Пасета, Новгородской и вообще всего этого залива. И мы просто-напросто почтим, поскольку в Пасете помнят, чтут и отмечают такие важные события. И тут приятно, знаете, и самим присоединиться вот к такому мероприятию. Дальше мы выходим в Японское море и не спеша за две недели должны дойти до Ванина. И как раз день независимости и суверенитета России будем встречать вместе с жителями города Ванина. Потом мы планируем оттуда пойти опять по Японскому морю, Татарский полив, к Сахалину, сюда к Улундогу будем спускаться. Потом назад возвращаемся опять в Советскую гавань, там тоже мероприятие. И мы тоже принимаем участие. Так что рейс больше носит характер тренажерно-представительского. На борту Паллады 145 курсантов из морских учебных заведений Владивостока и находки Керченского государственного морского технологического университета. Также здесь юнги из Москвы, республики Мариэл. Два месяца курсанты будут проходить практику в море. Для подавляющего большинства из них это первый плавательный опыт. И они отдают себе отчет, что поход по Японскому морю, Татарскому проливу, с заходом их порты, посет Ванина, Савгавань продолжительностью целых два месяца не будет просто морской прогулкой. Ну, на парусники ты не каждый раз походишь. На парусники это, получается, будет первая учебная практика. Это интересно, паруса. Ну, на танкерах, на каких-либо контейнероводах ты можешь также пройти практику и на третинг курсе, и в дальнейшем можешь устроиться. А парусник это не всегда претен, ну, рабочая тема. Это рассматривается как удача или все-таки трудная практика? Мне кажется, это будет трудная практика, потому что паруса не все умеют раскатывать, нас будет этому учить, чтобы, ну, в дальнейшем мы хотя бы умели это делать. И за день до отхода они все-таки думают не о будущих впечатлениях от грядущего путешествия, а о своей работе на мачтах парусника. Получится ли, справлюсь ли. Какие обязанности по мачтам вас уже распределили? Распределили, но как-то такового еще ничего не было. Пока не знаем, не в курсе. А мачта хоть какая знаешь? Фок мачта. Так совпало, что 119 лет назад, именно в этот день, 27 мая в 1905 году, в Цусимском проливе произошло самое масштабное морское сражение 20 века. Память погибших тогда российских моряков, курсанты и почтили возложением гирлянды к памятному знаку, а венок от Думы города Владивосток, который передал им председатель Думы Андрей Брик, с борта паллады будет опущен в месте затопления российских кораблей в Японском море. Но этот долг памяти они отдадут, когда пройдут через все морские тернии. Знаменитый Владивостокский парусный капитан Николай Зорченко никогда не говорит «будем» или «прибудем». Он говорит «полагаем быть» и добавляет слово «если». Море есть море, ничего нельзя знать заранее. Когда поднимает паруса паллады? Полагаю, завтра. Поскольку? В 9 часов начинаем съемку с якоря. Если все пойдет по нашему четкому графику и плану, то в 10 часов мы как раз поднимем паруса и вдоль, по бухте Золотой Рог, вдоль всего нашего Владивостока, пойдем под паруса. С самого раннего утра перед отходом вся площадка у вокзала прибрежных сообщений на 30-м причале была запружена провожающими. Родные и близкие парней, уходящих впервые в море, их девушки, любопытствующие туристы. Откинули швартовые. За 10 минут до 9 утра по громкой трансляции на борту прозвучала дипломатически обтекаемая фраза Старпома «Начинаем мероприятие по съемке с якоря». Похоже, опытные морские волки уже заранее что-то подозревали. Паллада медленно в сопровождении буксиров отошла от причала, вышла на середину бухты Золотой Рог и встала. Якорная цепь натянулась и выбрать ее никак не получалось. На смотровой площадке морского вокзала столпились туристы из Китая, отыскивали особые ракурсы для фотографий на фоне парусника и, видимо, полагали, что это такая специальная туристическая фотозона. Два часа продолжалась борьба с якорем и цепями. В итоге при помощи буксиров, порта, сварочных аппаратов и других ухищрений якорь был поднят и вместе с ним еще несколько чужих, кем-то и когда-то оставленных на дне бухты. Паллада почувствовала свободу, развернулась к выходу из Золотого Рога, включила во всю мощь прощания славянки, а по палубе побежали курсанты на свой первый парусный аврал. План капитана Зорченко надо было выполнять. А буквально за три дня до отхода палаты в Президиуме Дальневосточного отделения Российской Академии Наук прошла международная конференция развития гуманитарного и туристического сотрудничества в российско-китайско-северокорейском трехграничье. Ученые, экономисты, экологи, бизнесмены России, Китая и Северной Кореи, понимая притягательность и уникальность этой территории, предлагали идеи для ее развития. И 170-летие открытия этих бухт российскими мореплавателями и поход нынешней Паллады совпали с этим событием совсем не случайно. Идеей по поводу развития этих территорий Приморья было всегда немало, но уже пришло время что-то менять и заняться делом. Надо вспомнить рубеж 80-х-90-х, когда эта тема достаточно активно обсуждалась, немножко на другом уровне, были другие подходы, другие идеи, и были в основном, инициатива шла в основном с китайской стороны. Вот сегодня ситуация немного другая, инициатива идет не просто с российской стороны, а из района, который прилегает к Китаю и к Северной Корее. И главная идея, главный посыл это инициировать развитие как раз сотрудничества в этом трех границах. Много лет прошло уже, пока ничего не двигалось, но ситуация в мире меняется, и в нашем регионе ситуация кардинально меняется. И, наверное, настало время просто посмотреть на перспективы этого сотрудничества уже под другим углом, исходя уже из наших собственных интересов, прежде всего, ставив в углу наши интересы, интересы и Хасанского района, и Приморского края в целом, да и России в целом. Потому что сама идея вот такого трехстороннего российско-китайско-корейского сотрудничества, она, в общем, мне кажется, весьма перспективна. Звучала на конференции мысль о том, что вопрос о территориальных претензиях в этом районе закрыт навсегда. Российский приоритет и российская государственность здесь утверждены, и историки всего мира прекрасно знают, как это происходило. Ну, 170 лет назад ситуация была немножко другая. Территория Хасанского района принадлежала Цинской империи. Я хочу уточнить, что это был не Китай, это была Цинская империя, Манжурская по крови, имеется в виду у императоров. В Китае был территорию, которую они захватили, то есть это была Цинская империя. И Путятин на фрегате «Паллада», он возвращался из Японии, шел в сторону Николаевска, нашей базе на Амуре. И они изучали, конечно, то побережье, мимо которого проходили. В частности, они изучили, по крайней мере, попытались, сколько было им времени отведено, погодой, посмотреть север Кореи, восточно-корейский залив. И затем они прошли мимо устья реки Туманная, зашли в нее, были первыми европейцами, которые зашли в устье реки Туманная, потому что предыдущие экспедиции, например, Лаперуза и Рокмарелли, это был такой французский капитан, который исследовал то же самое побережье за два года до нас, они промахнулись мимо устья Туманной, она же Туманган, потому что она очень, скажем так, закрыта островками, очень много мели, отмели, они промахнулись, пошли мимо. Наши моряки, впервые из европейских мореплавателей, зашли, посмотрели, изучили, затем завернули как бы за угол и зашли в теперешний залив Пассиета и назвали его в честь одного из офицеров экспедиции Путятина. Надо сказать, что поначалу они не исследовали вообще как бы этот залив Пассиета. Одна лишь бухта, которая теперь называется Рейд-Паллада, она была названа вот гавань Пассиета. То есть они назвали два мыса, слева и справа, входные мыса в эту бухту, которые потом переименовали уже в последующие российские экспедиции, но они, по крайней мере, нанесли на карту вот этот участок моря и уже последующие экспедиции Бабкина, например, и та же экспедиция Мурвива-Мурского, они уже знали, куда идти, они знали, что видеть. И вот первое исследование со стороны России нашего залива Пассиета, это было как раз членами экспедиции Путятина, его штурмановскими офицерами, которые в целом исследовали вот эту теперешнюю бухту Рейд-Паллада и назвав ее гавань Пассиета. Затем название это перенеслось полностью на залив, который мы теперь знаем, залив Пассиета. А между тем в Пассиете с особыми чувствами и нетерпением ждали прибытия парусника. В этот день в поселке был организован праздник, посвященный сразу двум событиям в 170-й годовщине первого посещения русским фрегадам Паллада залива Пассиета и Дню пограничника. Действительно, сегодня жители поселка Пассиета, они присутствуют на знаменательном празднике. Дело в том, что сегодня пограничный отряд отмечает столетие, свое столетие. И представляете, не только столетие пограничного отряда, но еще и сегодня мы встречаем фрегад Палладу. То, что в Хасанском районе знают и любят свою историю, нам подтвердили и совсем юные жители славянки Пассиета. Мы ездим очень часто на Хасан, там мы ухаживаем за памятниками. То есть мы не просто существуем, мы также показываем людям, что есть еще люди, которым важны памятники, важна история России и нашего Хасанского района. Но ко дню пограничника, когда в Пассиете гремел салют, Паллада не успела. Борьба с чужими якорями, а потом со своими парусами, когда еще неумелые курсанты впервые побежали по реям и вантам, отсрочили заход. На рейд Паллады Паллада прибыла утром следующего дня. Но и это тоже стало событием. Десятки катеров и лодок забегали по акватории, словно исполняя пожелания писателя Ивана Гончарова. Ловите случай, идите в море, даже если вас беспокоят смутные тревоги и сомнения. Ведь может так статься, что ждать придется еще сто семьдесят лет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин